и дальше самое интересное слова самая сильная поддержка которую может человек создать для своей семье в которой он живет это внутренняя сила или внутренняя духовная сила создавать даже если не хочется состояния радости вы знаете перипетии мира тяжелые отношения там ревность болезни и так далее они купируют у человека возможность создавать радость в этом и заключается наша внутренняя духовная сила найти в себе возможность создавать радость каким образом это улыбка это поддержка это восхищение это обнимание это возможно что-то покупать но не для себя или для него а для семьи я могу вам показать я обязательно что-то покупают для семьи можете мне подать чтобы я не вставал у меня микрофон здесь я вам покажу что я сегодня купил для семьи не вот это вот это то пробовать все 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 достаточно я могу сказать что у нас в семье всего хватает но я обязательно стараюсь что-нибудь периодически покупать для семьи сегодня купил вот такие стаканы у нас стаканов хватает в нашей жизни красивые красивые какие стаканы почему это сделал дело в том что мне хочется что-то сделать или создать вот эту радость и эту радость я пытаюсь создать не для себя и не для них я это пытаюсь создать для нас вот будут такие стаканы держать и все будут радоваться они блестят они такие в пупырышках приятно они стоят недорого зачем я это сделал у нас стаканов слава богу дома хватает и богемское стекло и там еще какое-то и там хрусталь все есть но это не сам даже купил очень часто ученики дарят на морских курсах тем не менее я это сделал потому что мне хочется периодически сделать радость также как бы мне чувствую ли я себя плохо человек у которого был переломан позвоночник у которого была сильнейшая травма лица не хватает там верхней челюсти на половину человек у которого постоянно после химиотерапии годами поднимается давление которые там болят там то ноги то руки то тазобедренные суставы то голова только эзотерика спасает за плечами химиотерапия перенесенные так далее я вам могу сказать каждое утро когда я встаю я собираюсь там как-то сосредотачиваюсь еще что-то делают для того чтобы прийти в нормальное состояние я понимаю что за плечами перенесенные тяжелые заболевания и что там великолепные хорошо себя чувствовать я к сожалению уже никогда не смогу но это все равно не позволяет мне не находить в себе внутреннюю силу чтобы не улыбаться не обниматься и не радоваться поэтому я хочу вам сказать что это давление есть давление нету улыбаюсь радуюсь создаю вид счастливого человека почему я не пытаюсь и стараюсь как можно меньше дома работать почему потому что работа создает у человека серьезность и лишает возможность людей которые находятся рядом видеть в вас радость почему это необходимо дело дело в том что люди которые рядом с нами живут они хотят чтобы мы были радостными почему это их реализация это их реализация я радостен не для себя я радостен для них пусть они будут счастливы рядом со мной я радостен для них они радостны для меня дети радостны для нас таким образом у нас происходит взаимная реализация я смотрю на радостных детей понимаю что я как мужчина состоялся им есть что кушать я смотрю на радостную жену и понимаю что у этой женщины жизнь счастливая ей есть где жить и есть что кушать я жена моя смотрит на меня радостного видит что я здоров что ему все в жизни хватает он счастлив полностью то есть о чем это говорит а что создает эту радость друзья мои соберитесь и начните создавать дома радость в случае если человек создает дома радость или создает радость вокруг себя он становится счастливым человеком это и есть быть высоко духовным существом который живет на планете земля и естественно для того чтобы эту радость создавать и необходимо вот это внутренняя духовная энергия мы над этим работаем естественно почему он уходит другой женщине она создает у него радость тогда что вам необходимо делать создавайте радость дома чтобы он видел что вы рядом с ним радостный а вы наверное ревнуете и дома безрадостные тогда скажите что этот человек хочет дома находиться когда видит перекривленную жену перекривленную собаку после этого еще там кого-то перекривленного искривленного если все стремятся к созданию радости стремление к созданию радости исходит из элемента улыбки то таким образом у окружающих людей появляется желание быть полезным тому человеку который рядом улыбается или который обнимается или который радостен ничто так не разрушает семью как угрюмость как бесконечное состояние без раза без радостности и так далее работа дома и и страшное кино